Животное – это красота природы. Так как животное, оно чем-то необычно. Нравится зелень, то, что нас окружает. Многие люди струбают деревья, убивают животных. Думают, что это просто как живодерство. Люди, они не задумываются над своими поступками. Я хотела бы просто, чтобы был порядок на земле. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте познакомимся. Это Оля. Меня зовут Лена. Меня Ольга Игоревна. Я Максим, а это Даша. Ну, смотрите, у Олечки День Ангела. Оля очень любит животных, поэтому попросила нас отвезти в то место, где не просто животные, а животные, которым нужно помогать. Мы приехали в правильное место? О, да. Помимо домашних, здесь еще дикие животные. Я слышал, здесь волки, здесь медведи. Почему они у вас оказались? Видите, они в природе постоянно попадают в всякие неприятные ситуации, чаще всего связанные с человеком. Надо же им как-то помочь. Ты готова? Да. Убираться будем, кормить будем, самих их чистить будем. Да. Все, вперед. Сейчас мы оставим тебя. Давай, Лапу. Вперед! Начнем с того, что почистим лошадку. Хорошо? Берешь скрепницу, начинаешь чистить его шерстку. В этой шерстке набивается куча всякой всячины, начиная от пыли и опилок, и кончая сеном. Этого всего не должно быть. Молодец. Смотри, ему стало приятно. Он почувствовал руку профессионалом. Вот, пришла Женя, принесла нам капосту-морковку, недоуздок и крючок. Смотри, как правильно крючковать. Ты подходишь к лошади сбоку, встаешь лицом к хвосту. Это происходит для того, чтобы, во-первых, оценить состояние копыт и чтобы поддерживать чистоту ноги. И с помощью крючка вычищают грязь. Не чувствуют этой боли? Это как человеческий ноготь. То есть, когда подстригаешь, ты же не чувствуешь боли. Можешь попробовать руки. Оля, во-первых, удивительно многофункциональна. Она может всё. Во-вторых, она очень добра. И это сердцем чувствуют животные, и они идут к ней без всякой боязни. А в-третьих, она очень открыта. Она очень искренняя. Это дорогого стоит. Мы сейчас с тобой приступаем к исследовательской работе. Животные проблемные у нас все, да? В частности, волк. Посмотри на него внимательно. Ханечка, иди сюда, зайчик. Волк слепой, видишь, да? Как можем его поддержать сейчас? Наш эксперимент будет касаться питания. Мы с тобой берём разные продукты питания, расставляем их в клетки волка, внимательно смотрим и записываем в альбомчик, что он взял первое, что он взял второе, что он взял третье. Зачем это нужно, Ольга Игоревна? Чтобы понять не только, чем он питается, но и что он любит в первую очередь. Отлично. Мы ваши лаборанты. Давайте будем помогать, носить, вы командуете нами. Значит, вот это у нас несёт Оля. Оль, как ты думаешь, что в первую очередь съест волк? Курицу. Курицу. Варёную или сырую? Варёную. Конечно, он съест сначала сырую говядину, потом варёную говядину. Понюхает варёную курицу, съест сырую, съест потом варёную. Ставки сделаны, пойдёмте, будем смотреть. Но это не игра, это прежде всего научный эксперимент. Так, началось. Внимание, варёная говядина была вылизана, второй он полизал сырую говядину и съел. Нет, нет. Есть. Значит, понюхал варёную говядину, понюхал сырую говядину, а съел таки отварную куру. То есть, получается, кто был прав? Оля. Значит, у Оли чутьё? У неё чутьё, у неё научная интуиция. Явно человек прямо сразу врубился, что волку слепому хромову для счастья нужно. Как диким животным повезло. Спасибо вам за ваш труд. Оль, ну а ты что скажешь? Мне очень понравилось. Я говорю вам спасибо. Было интересно с вами пообщаться, узнать что-то новое о зверях. Нам тоже очень понравилось тебя учить всяким разным премудростям, зверопремудростям. Ну что, мы отправляемся с тобой в место, о котором ты нас спросила. Ладыгина знаешь? Знаю. Любишь? Кто это такой? Юрий Ладыгин, брат Альжини. Говорят, что он твой кумир. Вот бы встретиться с таким, да? Пойдём, он ждёт тебя уже. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok